Тяжелый атлетический пояс. Насколько он необходим? Ответ прост. Зайдите в любой зал и вы увидите, что одна половина серьезных качков одевает атлетические пояса, другая нет. Среди новичков пояса, как правило, пользуются популярностью, однако редко кто сможет грамотно объяснить, зачем нужна эта деталь культуристического прикида. Давайте попробуем досконально разобраться во всех плюсах и минусах атлетического пояса. Начнем с того, что пояс считается средством, снижающим риск травм. Как он работает? Очень просто. Затягивая на себе пояс, вы повышаете внутрибрюшное давление. Для непосвященных давление внутри живота. В результате происходит искусственная фиксация позвоночника и межпозвоночных дисков поясничного отдела. Все это действительно снижает риск травмы в упражнениях с тяжелыми весами. Казалось бы, атлетический пояс – полезная штука, которую нужно носить не снимая. На самом деле не все так просто. В нашем теле роль естественного пояса играют мышцы живота и в несколько меньшей степени мышцы поясницы. Сокращаясь, они сжимают нижнюю часть торса, тем самым повышая то самое внутрибрюшное давление и удерживая позвоночник в вертикальном положении. Таким образом, хорошо развитые мышцы с успехом заменяют атлетический пояс за исключением, пожалуй, тех случаев, когда мы поднимаем максимальные веса или оказываем сильное давление на наш позвоночник. Например, во время приседаний со штангой. Вот тут-то и возникает дилемма. Если носить пояс все время, то функции опоясывающих мышц начнут угасать. Ваше тело начнет больше полагаться на пояс, чем на свои собственные мышечные резервы. Эту закономерность подтвердили научные исследования, доказавшие, что потенциал мышц пресса и поясницы падает по мере затягивания атлетического пояса. В общем, если носить пояс постоянно, ваш мышечный корсет быстро потеряет тонус. А вот это как раз очень опасно. Представьте, вы начали приседать со слабленными мышцами, а пояс не надели. Вот так-то и травмируется поясница. В любом случае, запомните, пояс полезен тогда, когда вы поднимаете вес над головой или в упражнениях, выполняемых стоя. Но даже тут недопустимо постоянное ношение. В перерывах между сетами пояс надо обязательно расстегивать и снимать. При этом нельзя забывать о мышцах своего естественного корсета. Постоянно укрепляйте их. Одновременно сокращайте ношение пояса, пока не почувствуете, что вообще можете от него отказаться. Впрочем, выбрасывать пояс не стоит. Он вам пригодится в периоды тяжелого, чисто силового тренинга, приседания, становой тяги и так далее. Итак, подведем итог. Одевать или не одевать пояс зависит от степени развития ваших опоясывающих мышц, вида упражнений и веса отягощений. Ношение пояса, в принципе, нужно радикально ограничивать, но не раньше, чем к этому будут готовы мышцы вашего пресса и поясницы. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok